Нью-Йорк 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 За годы российской агрессии чем только не обстреливался Нью-Йорк. Недавно артиллерийские обстрелы россияне сменили на авиацию. За день могло доходить до шести ударов 250 и 500 килограммовыми фугасными авиабомбами. И все по жилым районам. Бывают и ракеты, но фабы до того доходило, что за световой день с 8 до 8 вечера прилетало. Из них 4,5 и 2,2,5. Это неделя тише, а так по две в сутки. Ну и жизни нью-йоркцев забирают. Здесь местные жители уже четко знают, что летит в населенный пункт. Звуки авиационных ракет могут отличить от работы ЗРК. А какой звук, когда фаб летит? Как отличить? Машина на скорости, знаете, вот по скачкам она прыгает, и летит она не разбирая всего. Ракета так не идет. Ракета летит почти не слышно, но не так громко. Житель Нью-Йорка Николай Иванович с начала полномасштабного вторжения России в Украину поселок не покидал. Здесь мужчина родился и вырос. Говорит, от роддома, в котором появился на свет, уже практически ничего не осталось. Свою дочь им заставил эвакуироваться, а с супругой покидать родной населенный пункт не хотят. Он был украинским, он и остается украинским. Но дело в том, что, понимаете, как? Я не знаю. Мы живем одним днем. Вот как двинуться, этого никто не знает. Как вы можете в вашем мудром взрослом возрасте охарактеризовать жизнь сейчас в Нью-Йорке? Сказать честно, мы не живем на Проховой бочке, мы на ней сидим. Мы на ней сидим и смотрим на тот фитиль, который горит. Ну, взорвется хорошо. Не взорвется еще лучше. Так что? Ну, понимаете как? Это рулетка. Хорошо, как короче. Ну, вера в то, что все будет хорошо и есть? Все будет добры. Большая часть людей, оставшихся в Нью-Йорке, пенсионеры. Их быт прост. Домашнее хозяйство, сбор дров для приготовления пищи на костре. И вера в то, что обстрелы когда-то прекратятся. Дорогая, очень дорогая, уповаем на Бога. Каждый расплатится за все это. Каждый, кто развязал это, начал это, перед Богом ответит. Вот это, что разрушают, убивают, он знает все. При всех бедах войны в украинском Нью-Йорке продолжается жизнь. Здесь постоянно восстанавливают линии электропередач после очередных обстрелов, есть вода и поставки всего необходимого. В 2014 году Нью-Йорк около трех месяцев побывал под российской оккупацией. Затем украинские войска выбили агрессора за пределы населенного пункта и построили мощную линию обороны, которая до сих пор не по зубам российским захватчикам. Алена Грамова, Евгений Кармазин, Александр Колычев из Нью-Йорка. Для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова